Всем привет дорогие друзья, с вами интернет-магазин КликПДУ. В этом видео мы подготовили для вас обзор универсального пульта для кондиционеров Кунда КТЕ08. Главная особенность этого пульта в том, что он поддерживает до 98% всех марок кондиционеров, которые поставляются на наш рынок. Настраивается этот пульт с помощью ручного ввода кода или с помощью автопоиска кода. Давайте посмотрим, как это делается. Прежде всего, обращу внимание на то, что пульт комплектуется инструкцией полностью на русском языке. На обратной стороне этой инструкции находится таблица, в которой указаны марки поддерживаемых кондиционеров и коды, которые им соответствуют. Давайте попробуем ввести код от кондиционера Daikin. К этой марке подходят следующие коды от 0.1.71 до 0.1.83, 0.5.66, 0.5.67, 0.5.83. Вводится код следующим образом. Наш пульт включен. Нажимаем кнопку Select. Внизу начинают мигать коды. И вводим соответствующий кондиционер Daikin код 0. Кнопка 0 перестала мигать. 1. Кнопка 1 не мигает. 7 перестала мигать. И еще раз единицы. 0.1.71. Цифры погасли. Значит, код автоматически применен. После того, как вы ввели код, пробуем на кондиционере, работает ли пульт. Включаем его. Выключаем. Если кондиционер не реагирует, пробуем другие коды из этого списка. Если же случилось так, что вы попробовали все представленные здесь коды и ни один не подошел, значит, необходимо воспользоваться автопоиском кода. Для того, чтобы его активировать, также нажимаем кнопку Select. Только в этот раз удерживаем ее в течение 5 секунд. Нажимаем и держим. Вот, пожалуйста, внизу опять замигали цифры кодов. Пульт поочередно их перебирает, каждый раз посылая сигнал включения на кондиционер. Во время автопоиска необходимо находиться рядом с кондиционером и ждать, когда ваш кондиционер откликнется на сигнал. Например, включится или выключится. Как только он это сделает, как правило, он издаст сигнал. Когда это произошло, необходимо сразу нажать кнопку ОК, и ваш сигнал будет сохранен. Очень важно, не отходите далеко от кондиционера и не отвлекайтесь, потому что если вы пропустите тот момент, когда нужно нажать кнопку ОК, нужно начинать все сначала. Также у этого пульта есть функции настройки таймера выключения и включения кондиционера. Чтобы настроить таймер выключения, необходимо нажать кнопку Time Off, начнут мигать цифры часов и установить необходимое время. Делается это кнопками Time Plus и Time Minus. Чтобы принять изменения, нажимаем кнопку Time Off еще раз. Чтобы настроить таймер включения, необходимо выключить пульт, нажать кнопку Time On, опять замигают цифры времени и установить необходимое нам временное значение. Применяется оно также кнопкой Time On. У этого пульта есть часы, которые отображаются на дисплее, настраиваются они кнопкой Clock, нажимаем ее, часы замигали, устанавливаем необходимое время все этими же кнопками. Чтобы принять изменения, нажимаем кнопку Clock еще раз. На этом, пожалуй, все. Единственное, я хочу отметить качество пульта. Выполнен он из прекрасного пластика. Используется высококачественная резина с лазерным нанесением обозначений, то есть они не сотрутся сами по себе. Дисплей очень контрастный, как вы можете видеть. Прекрасно видно все обозначения. Рекомендую вам приобретать этот пульт, если вы потеряли свой родной пульт, или у вас его никогда не было. Он прекрасно подойдет на замену. Всем спасибо за внимание и пока!